Дорога уходит под землю, барнаульцы разбивают авто. Чем обернулся ремонт трубопровода? Крыша протекает и проседает пол. Очередной дом на пути к званию аварийный. Первый сюжет о том, как после одного ремонта может потребоваться сразу другой. Но как вы знаете, с этим у нас проблемы. Два ремонта – это уже слишком. Рядом с домом номер 148 по улице Малахова дороги в провалах. Причина этой русской беды – беда другая, не менее известная. Говоря проще, именно плановый ремонт – причина тому, что на месте нового асфальта появились ямы и гравий. В августе месяца 2018 года у нас была вырукновена большая громадная канава, более 8 метров глубиной, для ремонта коллектора напорного, который ведет у нас на Лазурный-2. Пока трубы ремонтировали, провал расширялся. Жители жаловались на его обустройство. Ограждение могли не остановить того, кто случайно поскользнулся. Но и сейчас есть что исправить. Мы получили ответ от администрации, что это ведется у нас. Работа Барнаульского водоканала ведется, да, и что они планируют все отремонтировать, ввести в порядок, завести это все в июне месяце 2019 года. В декабре месяце 2018 нам закопали, забросали гравием и песком. В июне месяце уже 2019 года администрация сделала вот эту площадку, оставив, вот она еще гравием засыпала регулярно, что он оседал. Грунт продолжает оседать, ямы становятся больше. Асфальт все чаще заменяет гравий. Сейчас это все уже забыли, сейчас уже июнь 2020 года. Мы стоим целый год вот в таком состоянии, грунт оседает по-прежнему. Мы можем сейчас пройтись и посмотреть, вот наша пешеходная дорожка во что превратилась. Вот это наш асфальт. Здесь должно быть сделано по ребрике, привести в бушевский вид. В это превратились почти новые тротуар и парковка. По смете, которую строители закладывают, это мы убираем грунт, а потом мы также делаем благоустройство территории. Только почему-то работу выполнили, а смету последние три вот этих пункта не сделали. Это можно увидеть на нескольких парковках подряд. Трубы меняли щадящим методом, протяжкой. Копали ямы только в нескольких местах вместо одной сплошной траншеи. Но почва начала проседать на протяжении всего трубопровода. Асфальт медленно опускается, все равно он опускается. Оборванный все идет асфальт вот этот идет, да. И перед нашим домом проезд. Там у нас получился провал, который с каждым месяцем он увеличивается. К сожалению, камера не может передать глубину огорчения водителей в момент, когда они случайно заезжают в эти ямы. И, вероятно, со временем это чувство будет становиться все сильнее. То есть она сейчас проседать продолжает? Да, продолжает проседать. Вот эта еще больше стала, она была меньше гораздо. Потому что вот вы видите, она была, видите, вот такая. Вот она была на фотографии, вот такая. Вот сейчас она сделалась уже гораздо глубже. Дальше, доходя до 162, до 168 дома, второй там дом, который стоит, там тоже у них засыпано гравием и тоже идут. Если пройдись, у них такая же история с машинами, с площадками. Также засыпано гравием, также все это опускается. В официальном ответе водоканал объяснил, отремонтировать в 2019-м не смогли из-за нехватки средств. Ремонт назначен на 2020-й, но уже за счет городского бюджета. Мы платим наш дом, и только я одна заплатила за сточные воды, 110 рублей мне пришло. В смету, в смету закладывается ремонт наружных сетей тоже. Почему эти деньги не осваиваются в таком случае, почему они берутся без этого города? Если компания закладывает уже, берет с нас деньги за ремонт внешних сетей, почему она их, куда она их дает? И как долго мы будем вот с этим сидеть? Пока жителям почти всего микрорайона приходится и дальше участвовать в Барнаульском Родео. Следующий сюжет об еще одном предаварийном доме. Крыша течет, пол уходит под землю, плесень. В общем, все как всегда. Это опасная тропа, которую нужно преодолеть на пути к новой опасности. Вот здесь вот потолок весь упал сюда, все, мы встали, а она лежит, грохот такой был. Потом эти, с домом управления пришли, отдолбили и все, и бросили, и вышли. Мы, вот это вот я все сам заделывал. Так, в этом доме протекает крыша. Хотя за ней не ливень, легкий дождь. Крыша здесь главная проблема, бороться с последствиями жителям тяжело. Многие из них ровесники дома долгожителя. Вы знаете, вот все челкнулось весной, все бежит, все это, большой дождик, тоже все льет сюда. Вот сейчас, если дождь будет, он прямо сейчас начинается, что-то будет с потолком? Нет, если маленький дождь, то что-нибудь. Если сильный, то будет заливать. А как давно в этом доме вы живете? Ой, уже 40 с чем-то лет. Хоть раз за эти годы делали ремонт? Крышу делали, ну давно, лет 30 тому назад. И с тех пор она прохудилась и продолжает? Прохудилась, а там сам на крыше железо взять его, это застилали. Вот, вот такие дела. А, так это вы своими руками ремонтировали, получается? Оказалось, в этом доме текущий ремонт своими руками – это нормально. По словам жильцов, управляющая компания то не располагает рабочими руками, то стройматериалами. Хотя платят за содержание жилья в доме исправно. Система простая – плати и сам выкручивайся. И пенсионеры выкручиваются. Капает, льет, потому что залазю туда и начинаю расстилать пленку. Вот там у меня вся крыша пленки. Не помогает. В квартирах затхло и сыро. Вынуждены постоянно проветривать. А для пенсионеров, которых в доме много, это частые причины простуд. А вот здесь вообще дует. Вот видите, затеки, все как чекло, все отстает. Вот видите, все от сырости. Года два-три не больше делали ремонт. А это вот уже новое, бежит это. И вот за два-три года такие изменения, да? Ну, она бежит и отстает. Отстает плитка, отходят обои. Для серии двухэтажек на первой западной стандартный набор. Как всегда в таких домах ремонт квартиры – одна из самых значительных статей расходов. Я ходила год, ходила, чтобы мне там заделали крышу на кухне. Но ее отремонтировали? Крышу-то заделали там. Она сейчас где бежит, где не бежит. Ну, что там сделали. А здесь уж сам дед подставлял там, чтобы на чердаке подставлял, чтобы не бежала. Пока пенсионеры латают крышу, молодые родители с первого этажа наблюдают за тем, как оседает пол и пытаются победить сырость. Этот малыш не скажет, как плесень влияет на его здоровье. Но, по словам врачей, не лучшим образом. Плесень из-за трещины, вот эта, которая на лестнице, под лестницей идет. Плесень идет по всей стене, вот так вот, кухня, туалет. И вот дверной проем покосился, прям вообще хорошо ушел. Трещины на потолке. А, то есть проседает пол? Да, пол проседает. Все субъективно, но, пожалуй, самые серьезные последствия весны мы встретили в другой квартире. Мы всю весну, пока снег не растаял, мы жили с тазиками, с ведрами. А это за одну весну все? Конечно. За эту? За предыдущую у нас разводы доходили до люстры. Потом мы сделали ремонт. В этом году этой весной опять то же самое. То есть налить, она сдвинула тот шифер, который они там, может, подремонтировали или сдвинули. Ну, побежали капли. Каждый год делать ремонт заново уже устали. От этого жителей спасет только капитальный ремонт всего дома. Еще один вариант, и он для жителей безопаснее, признать дом аварийным и расселить. Для этого необходимо заключение профессиональной организации, экспертной, которая проведет экспертизу и оценит состояние дома. Международная комиссия на заседании выносит решение о признании дома аварийным и подлежащим либо сносу, либо реконструкции. Но здесь, я думаю, можно уже говорить о том, что дом настолько аварийный, что все-таки он подлежит сносу, а не реконструкции. Если вас беспокоят коммунальные проблемы, пишите на сайт, звоните по нашему номеру телефона. Мы осветим вашу проблему, и, возможно, это поможет в ее решении. А пока до встречи в следующий вторник.